Здравствуйте, уважаемые читатели! Вместе с вами библиотекарь Макинской сельской библиотеки Вишнева Любовь Анатольевна. И сегодня свое мероприятие я посвящаю столице Республики Казахстан, которая является символом надежды и уверенности в будущем всех граждан страны. И эпиграфом моего мероприятия станут слова первого президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева. Историки до сих пор спорят о том, где и когда возник первый город на Земле. Наверное, это не важно. Главное в том, что города были и будут тем местом, где разыгрывались самые драматические, радостные и горькие страницы истории человека, народов и цивилизаций. Но среди этих узлов прошлого, настоящего и будущего особняком стоят столицы. Им выпадает честь представлять все то лучшее, что через пространство и время создал каждый народ в своем пути. Столица Казахстана Астана в 2019 году получила новое имя – город Нурсултан. Почему это произошло и что мы знаем об истории этого древнего величественного города? Тысячу лет назад в беспрайних степях Казахстана переплетались караванные пути. Люди проходили по пустынной величественной земле и решили остаться. Согласно находкам археологов, предкам современной столицы было городище Базок, основанное в VII веке. Остатки этого поселения земледельцев были обнаружены во время расширения городской черты. Люди то забрасывали Базок, то вновь возвращались. Окончательное освоение этой земли произошло в XIX веке. В 1830 году на правом берегу реки Ишин был возведен форпост, вокруг которого и вырос город Акмолинск. В 1862 году население Акмала получило статус города. В 1961 году название города изменили на царинограм. В 1992 году городу было возвращено историческое название Акмала, что в переводе означает «как белая святыня» или «белая изобилия». Спустя два года, 6 июля 1994 года, первый президент Насултан Назарбаев принял решение о переносе столицы из Алматы в Акмалу. Кстати, первая столица Казахстана вовсе не Алмата, которая получила этот статус в 1929 году, а сейчас упоминается как «Южная столица». Все столицы Казахстана до нее таковы – Симифалатиск, Оренбург, Кызыл-Ордам. 6 мая 1998 года Насултан Назарбаев подписывает указ по переименованию Акмалы в Астану. А в 1999 году по решению ЮНЕСКО столица Астана получила звание «Город мира». Главной визитной карточкой столицы становится комплекс Бальтирек, символизирующий собой государство, которое сохранило исторические корни, имеет прочную опору и устремлено к процветанию в будущем. Другие уникальные архитектурные сооружения столицы тоже достойны внимания. Дворец мира и согласия в форме пирамиды, торговый центр в виде шатра Хан-Шатер, самый отдаленный от моря Океанариум Дума, театр опера и балеты, мечи Хандрес-Султан, многочисленные музеи и культурные центры. В 2011 году столица принимает участников и гостей седьмых зимних Олимпийских игр. В 2017 году в Астане проходит международная специализированная выставка «Экспо-2017». Дорогие читатели, а сейчас с вашего внимания я хочу представить книги об Астане, имеющиеся в книжном фонде библиотеки. Энциклопедия «Астана», в которой вы можете познакомиться с историей, экономикой, составом населения, культурой, образованием, наукой и столицы. Узнать о природе, природных ресурсах, архитектурных объектах, памятниках истории и культуры. Также в энциклопедии много места занимают персональные статьи о исторических личностях, деятелях литературы и искусства, медицины, образования, науки, чья жизнь и деятельность связаны с историей столицы. Фотоальбом «Астана. Сердце Казахстана», в который вошли фотографии известного в республике фотожурналиста Шукира Шахая. 500 фотографий, 500 мгновений, отражающие настоящее и будущее главного города страны. Также альбом дополнен фотографиями, созданные в живописных уголках нашей Родины. Фотоальбом Шукира Шахая «Астана. Сердце моё» по тематическому содержанию полностью охватывает 20-летнюю историю становления Астаны. Книга «Астана» основана на цитатах первого президента Республики Казахстан Насултана Алишевича Назарбаева. Сложные решения, помощь соратников, архитектурные поиски, мысли о будущем города, легенды края, детали быта, исторические аналоги, ландшафты и эстетика Астаны. Одним словом, мысли и дела первого президента, посвященные новой столице. Всё это вы найдёте в книге Насултана Алишевича Назарбаева «Сердце Евразии». Художественная книга «Астана» на казахском языке, куда вошли стихотворения и песни казахстанских писателей и композиторов. Она посвящается творческим читателям, интересующимися песнями и стихами об Астане. 20 марта 2019 года, когда Касыр Жумат Ахаев вступил в должность президента, одним из первых его предложений было переименовать столицу Астана Насултан. Он заключил, что переименование Астаны в честь Насултана Назарбаева подчеркивает величие его политической мудрости и исторической миссии для всех будущих поколений казахстанцев. 23 марта Конституционный совет Республики Казахстан рассмотрел обращение Касыр Жумата Ахаева о переименовании столицы и решил, что замена слова «Астана» на Насултан связано с признанием исторической роли первого президента Казахстана перед народом. Президент Казахстана Касыр Жумар Такаев 23 марта подписывает закон, заменяющий в Конституции Астану Манур Султан. Сегодня Насултан – город, который устремлен вперед, яркий, стильный, процветающий. Его называют «Жемчужиной Коростанской степи». А на этом, дорогие читатели, я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. До новых встреч.